А вот когда ожидать хоть какого-то прогресса по вопросу о размещении на Донбассе миротворцев ООН, эта топ-тема уже многие месяцы, но пока ясности по ней очень мало, несмотря на десятки встреч и переговоров на разных уровнях. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сейчас в Нью-Йорке представлял страну на совбезе ООН по северокорейской проблеме. А через несколько часов у него встреча с генсеком Организации Объединенных Наций, как раз чтобы обсудить детали украинских предложений по миротворцам. В чем они и найдут ли поддержку в ООН, это вопросы для моего коллеги Дмитрия Новченко, он сейчас как раз в штаб-квартире организации. Дмитрий, приветствую. Какие заявления уже успели сделать участники совбеза и с чем, собственно, приехала Украина? Ну, на самом деле заявления пока что не публичные, разве что мы смогли буквально несколько минут назад эксклюзивно поговорить с министром иностранных дел страны. Я поясню, что здесь происходит вот в эти минуты. У Климкина начались переговоры на высоком уровне с министрами иностранных дел тех стран, которые представляют свои государства сейчас в ООН. Ну, а параллельно до этого, и вот этим ООН и замечательно, была возможность поговорить со всеми неформально. Я своими глазами, я в заседании Совета Безопасности находился, видел, вы, может быть, тоже эту картинку сейчас увидите, как украинский министр вместе со шведской коллегой разговаривали долго, подружески, неформально с генеральным секретарем ООН. Павел Климкин признался мне, что по окончании этого заседания у него была возможность переговорить очень откровенно, подробно с Рексом Тилерсоном. О чем говорили Тилерсон и Климкин, я буквально чуть позже скажу. Вот сейчас хочу прононсировать, что действительно, через два часа начнутся переговоры, теперь уже официальные, теперь уже не в кулуарах, министры иностранных дел с генеральным секретарем ООН. Я спросил Павла Климкина, о чем будут говорить. Ну, ответ понятен, ответ очевиден, будут говорить о будущей миротворческой миссии. И, по словам украинского министра, проблема даже не в том, что есть спор о формате этой миссии. Этой миссии, перед ней должна в Украину приехать техническая миссия. Вот просто специалисты, которые оценят, что именно нужно Украине. И, по словам украинского министра, Россия даже о составе, о полномочиях этой технической, в общем-то, не очень важной миссии, все равно спорит. Вот послушайте, что сказал министр. Или допустите Россию на территорию оккупированного Донбасса? Сейчас она играется с тем. И Лавров, известно, это сказал даже в Ведении, что такая миссия будет собой особливать оккупационную администрацию. На что я ему ответил, что оккупационная администрация, она там уже есть. И миссия нужна именно для того, чтобы усунуть эту оккупационную администрацию. Ну вот, например, говорят, ну хай они придут, хай они там охраняют миссию ОБСЕ, хай они там смотрятся, где будет оружие. Но оружием не занимаются. Я говорю, а как, а кто будет заниматься оружием? Может, они сами принесут оружие, там и складут аккуратно, порахуют и скажут, а теперь контролируйте наше сборное. Ну, как видите, точек соприкосновения достаточно мало, потому что Россия выдвигает все новые и новые требования. Но вот сейчас наверняка мы будем ньюсмейкерами, потому что Павел Климкин признался нам, еще никто в СМИ об этом не сообщал, о том, о чем он говорил с Рексом Тилерсоном. Говорили они о санкциях, об их усилении. В последнее время в Конгрессе очень много разговоров о том, что якобы к февралю появятся новые санкции и против окружения Путина, и против российских олигархов. Так вот, Павел Климкин, только что переговорив с Тилерсоном, нам это подтвердил. Вот послушайте, что он сказал. Будет опубликован список не только российских активов, а я так понимаю, и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный поштовх в том, чтобы Россия шла шляхом логики реального мандата на Донбассе. И то, про что мы говорим, это повернение Донбасса в Украину, повернение Донбасса до нормального життя и до нашего правового поля. И для этого формула очень простая, я ее сегодня сказал. Это означает, что Россия out, Россия выходит, и международный компонент заходит. Когда это случится, споров много. По словам украинского министра, те события, которые все-таки должны произойти в феврале, а еще раз напомню, это усиление санкций, это новые санкционные меры, они как раз и могут подтолкнуть весь этот процесс и заставить Россию быть более сговорчивой, и не выдвигать все новые и новые условия. По крайней мере, так считает и украинский министр, с которым мы только что говорили, и так считают многие его коллеги, с которыми он сегодня встречается в ООН. Студия. Спасибо. Дмитрий Анопченко в Нью-Йорке наблюдал за переговорами министра иностранных дел Украины Павла Климкина.